Хорошо А дома не Настя Эх, печаль, что не в деньгах счастье А то бы я на раз-два смог бы счастье украсть И рвёт на куски, словно сто сквозных И пустил на ветер я всё, что спёр с казны На чужбе не хотел своё сердце глубоко зырить Зампирайский там-то только явно всё Хорошо там, где на снег, там ведь вечное лето А дома не Настя Эх, печаль, что не в деньгах счастье А то бы я на раз-два смог бы счастье украсть И перед образами кричу с тремя перстами План кусту знаю, что душа победы перестанет Мы люд безплавно на снег, где проба ставить На веки, веки... Давай! О! О, затарились! Ребята, всем привет! Вы на канале Сибирский Бродяга С вами Жека В общем, друзья, выбрались мы всей семьёй на кемпинг Протестировать наше новое приобретение Это вот такая палатка от фирмы Лотос Кстати, друзья, долго мы искали Кемпинговую палатку И Решили остановиться В общем, на фирме Лотос Так как она Очень мобильная Многофункциональная Можно На любом месте На открытом В лесу Превратить Настоящий отдых Друзья В мобильный В такой В дом В общем Палатка модульная Сейчас будем Открывать Ставить Смотреть Сегодня мы её Потестируем Потому что мы сегодня приехали на ночь Будем, кстати, друзья, ещё рыбачить Тестировать буду свой новый спиннинг Купил я его в городе Тест 10.30 на 5.20 В общем, два кончика идёт спиннинг Да, с двумя коленами Так что, друзья, ладно Пока тут жена у меня с дочкой готовит салатик Мы сейчас с вами быстренько поставим Палатку Так что всё, друзья, идём Ставить У данной палатки Вес Тринадцать Где-то с половиной Килограмм В общем, друзья Комплектуется Продается она Без вот этого чехла В общем, без транспортировочного И без пола Кстати, друзья, вот Пол надо докупать Будет вам отдельно Пол есть зимний А, зимний утеплённый И летний Вот В моём случае мы взяли Остановились на выборе Летний Влагозащитный пол Так, дальше у нас идёт В комплекте идёт Ремнабор Я так понимаю Тут дополнительная сетка Москитка Тут Ковышки И тут Ткань Для ремнабора Вот Так, дальше поехали Это у меня ножовка Также идут У меня Их тоже нужно докупать Будет отдельно Это Алюминиевые стойки Для Козырька Чтобы при случае Если пойдёт дождик Либо начнётся ливень Чтобы При открытии Не затекала Вода В палатку Нам Вот Естественно Сама Палатка Тут Есть Интересный Такой Кармашек У нас Тут Лежит Документация По Использованию Данной Кемпинговой Палатки В моём случае Это Вот С5 Мансарда Я уже Предварительно Изучил Инструкцию Чтобы Не наделать Глупостей При её По Установке Так что Друзья Сейчас Будем смотреть Документы Пока Отваживаем В сторону Так Значит Снимаем Верхнюю Резинку Палатку Ставим В таком Положении Так Ну вот Приступаем К Сборке Нашей Палатки Палатка Друзья Вот С5М Мансарда Она Зончатого Типа Полуавтоматическая Так что Раскладываем Вот так Дуги Вот Они у нас Уже Сами Падают Дальше Так Выпало У меня Сейчас Сейчас Так Дальше Что мы делаем Дальше Откидываем Мы Вот это Вот Еще одни Дуги Полностью Откидываем В общем Раз Распрямляем Ее всю Полностью Так Распрямили И сейчас Нам надо Найти Где здесь Вход Двери Так Расправили В общем Теперь нам надо Что сделать Теперь нам надо Залезти внутрь Данной Палатки И Тянем за шнур Рост У меня позволяет Раз И Данная Палатка У нас Установлена Дальше Здесь Идет У нас Вот такой Ковышек Мы его Стопорим Чтобы у нас Ничего Что При сильном ветре у нас не раскрылась она ой не закрылась вот здесь все завязываем ну вот лотос 5 мансарда полностью раскрыта установка заняла и вправду где-то около даже меньше 30 секунд где-то секунд наверно 20 я ее раз так как у меня рост метр метр девяносто два где-то я высокий так что там увидите как я делал внутри друзья я вставлю это видео сам сам в самом видео будет так что ну теперь друзья заходим внутрь так а нет не заходим внутрь сейчас мы это сейчас у нас еще стойки валь подай там стойки у нас не еще идут алюминиевые стойки я так понимаю это будет сам козырек на палатку нет это у нас так молнии все тракторного типа идут это у нас так это мы позже сделаем так а вход у нас будет вот здесь устанавливаем сейчас стойки которые идут в комплекте я кстати тоже не знаю как их правильно ставить как они вообще собираются скорее всего вот так тут у нас идет острие это кстати обработано качественно да что ты она выпадает у меня сегодня обработано кстати друзья все качественно претензий не имеем так как палатка дорогостоящая мы потратили большой бюджет на данную палатку поэтому так а тут что-то 2 идут так подожди это у нас получается будет козырек да это у нас козырек стойка в землю это наверное нет не так так как правильно так ладно со стойками мы сейчас разберемся так это должно входить в люверс наверно да это вот входит в люверс вот вот так значит правильно я думал это входит в люверс но это получается типа вот такого тамбура под вид тамбура сперва наверно нам надо установить растяжки для палатки так здесь у нас везде прошиты уголки и на уголках чё и интересно есть светоотражающая лента а внутри у нас такой кармашек идет вот это кстати правильное решение что так сделали так разматываем сейчас натягиваем палатку чтобы ее не сдуло никуда ветром а тип по колышкам колышки комплектуются водонепроницаемой ткани вот такой завязочка и можно кстати палатки еще и вешать данный мешочек можно что-то положить другое в него кстати очень правильное решение а нет это что-то 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 но я не знаю что это пока кстати смотрел я обзоры на палатку на эту и говорят что она может воткнуться резать там куда-то руки здесь такого нету компания лотос все исправила вот все до малейших деталей все обработано и вы не порежете никакие себе руки не пальцы здесь вот присутствует резьба видать с гайкой да резьба с гайкой что можно смело забивать топориком вот натягиваем сейчас первую наш колышек а то не знаю будет ветер или нет но лучше подстраховаться и забить все на колышек да конечно место мы выбрали не самое удачное для забивания колышков у нас тут щебенка при натягивании данных строп палатка становится еще внутри шире так что лучше их обязательно устанавливать вот натянули второй идем дальше так дуги здесь не алюминиевые из какого-то стекстолита что ли конструкция достаточно прочная я бы сказал он здесь уже залетала мошкара будем вытравлять ее так ну чё еще сказать друзья данная палатка лотос 5 мансарда имеет внутреннюю юбку жаль что что нет наружной юбки да она наверно в принципе для летнего варианта и не нужна это если зимой где-то где-то ее ставить и вот сейчас будем друзья ставить пол закреплять будем пол вот такой вот по валиде от твой пол так сейчас закрепим потому что спать на земле не вариант будут муравьи мошкара всякие змеи могут залезть и нам этого не надо потому что мы поехали с ребенком вот он пол пол такой знаете друзья достаточно плотный материал наподобие что-то оксфорд оксфорда или как он называется правильно так мы будем а пуговицы на небольшие пуговицы вот такие вот ближним фоном да с одной стороны это лучше вариант это можно сделать все быстро поставить установить чем эти молнии ставить вот на вот такие вот закрепляется сам пол здесь тропа такая прошитая двойным швом что ничто не вырвется и хорошенько натягиваем зацепляем так мне тут удобно маленько установили пол в общем что хочу сказать данная палатка по времени полностью весь вся установка полный и сбор это раскрытие установка колышко всех то есть мы еще колышки забили у палатки у основной и на растяжках у нас ушло по времени где-то ну минут 15-20 полностью установить ее раскрытие за него у нас секунд 30 где-то 20 но раскрытие уже 10-15 минут из данной палатки можно также сделать шатер если на улице жарко допустим можно также как шатер ее использовать то есть по всему периметру идут вот такие вот окошко окна комплектуются идут с москитной сеткой заранее сразу то есть не надо не цеплять уже вот можно смотать и здесь идет ковышек и вот так вот можно ставить ну при случае там чтобы проветрить допустим а когда ее откроете полностью если все окна открыть то будет шатер на каждом окне присутствуют вот такие пуговицы с петлями чтобы нам данную палатку превратить в шатер ну вот друзья вот что мы сейчас видим полностью проветриваем у него палатку вентиляция идет со всех сторон также это у нас основной вход а вот этот вход дубль дублирующий для дополнительного установки модуля вот он вот с логотипом лото стенд вот открываем значит да куда докупаем модуль то есть я здесь вот ставлю фотографии можно сделать мобильную баню можно целый организовать целый комплекс то есть если вы едете там человек 20 15 10 там 30 человек вы берете таких палаток ну штук пять две три можно там взять и они между собой стык стыкуются специальным тентом вот и устанавливается прям такой можно понаделать везде типа как мобильных городков вот ну ладно у нас может пойти дождик так что мы сейчас закроем наше окошко окна наши все закроем оставим только вот это вот мне нравится друзья кстати удобно раз вот и вентиляция кстати очень удобное решение вот молния идет с этой очень удобно с тесемочкой что можно даже в перчатках и и и раз расстегнуть данную молнию вот а этот у нас алюминиевый тоже да тоже из алюминия вот оставим для салатиком у нас готов салатик так сейчас будем жарить шашлык с вечера замариновали 5 килограмм свинины в общем вот мангал сосисоны наши любимые расположились вот на таком живописном месте озеро кстати друзья вот мой новый спиннинг будем рыбачить сегодня взял с собой блесна не знаю погода какая-то сегодня пасмурно ну покидаем походе вон там покидаем я думаю лодки у меня нету так бы заплывить бы можно было покидать купили вот такой в комочках прессованный уголь для шашлыка таких брикетика будем жарить шашлык сейчас друзья жарим шашлык и идем рыбачим на спиннинг не ели еще сегодня утром как проснулись сразу сходили в магазин закупились и и собрались на озеро там вон рыбаки сети походу снимают проверяют проверяют шашлык миско маринад вкусный сам мариновал вчера друзья кстати крупно делать не стал есть маринаде чего у нас есть лук соль паприка перец ну и в принципе все уксусу нету потому что все натуральное друзья используем свинина кстати передние ляжки вот первая партия пошла заряжаем вторую шашлык так у нас уже готова первая партия шашлыка наш шампур наш шампур наш шампур так ну че можно можно наверно спробовать уксус да не надо уксус зачем все натуральное мммм а хлеб где пошла вторая партия пошла вторая партия шампур 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 давай наверно на вечер еще оставим мясо сейчас этот пожарим и на вечер вечером еще пожарим а я пока на рыбалочку схожу на еще один надень а вообще-то все хватит так ну а этот запечатаем еще надо чаю чтобы скипить сняли вторую партию пока тушим мангал идем рыбачить я рыбачил так сейчас поднимемся в гору так как у меня нету лодки и доберемся вон до того берега покидаем спиннинг в общем взял с собой запасные блесны еще на всякий случай разные посмотрим на какую будет клевать на какую нету так идем через весь валежник прогуваемся вот вышли на какую-то лесопилку тут походу лес пилили недалеко от озера а вот здесь вот я по весне находил гнездо с перчим дроздом эх друзья озеро почти близко пока шел нашел вот такие стаканчики не знаю кто-то потерял от термоса royal boss какой-то возьмем в общем вот озеро не скатиться бы вниз тут косогор такой мощнейший иду еле-еле держусь друзья за кусты за кусты чуть ли с дубами цепляюсь вот здесь по спиннингу им сейчас покидаем посмотрим так почти достиг цели иду по скале сейчас сейчас вон туда у нас как-то спуститься с удочкой так кустов нету заразы держаться не за что не знаю как тут проходить ладно сейчас спущусь и включу камел все друзья я на скале кое-как долез не знаю как тут я буду бросать размах маленький сейчас перецепим в лесну какую-то поставлю поставим другую наверно потяжелее что ли белую поставить вот такую вот белую серебристая с красными пятнышками может на ее возьмет обычно тут берет вот на такую вот на желтую с черными пятнышками но что-то сегодня она не работает ладно будем пробовать будем разные блестны ставить может на какую-то другую клюнет так сейчас вот эту поставим тут идет дополнительный глазок для рыбы вот такой вот помогает кстати при ловле хищной рыбы там щуки окуня вон рыбаки еще плавают сеть или отставят или снимают ладно будем кидать если не будет на эту клевать будем потяжелее ставить на 12 граммов у меня блесна есть и и поставим покидаем подальше дальние забросы что трава тут путается блесна траву попадает и так ребят поставил 12 граммов колебалку колеблющийся блесну не знаю на те те не летят далеко вот поставил для дальнего заброса вот поставил для дальнего заброса с лодки надо вот такую вот золотую поставил вот такую с тройничком и с поводком еще у меня кстати чтобы леску не перекусила щука поэтому кидаем сейчас маленько покидаем здесь потом перейдем вот здесь вот по скале маленько в ту сторону пройдем посмотрим посмотрим пока ходил рыбачил друзья уходили всей семьей коршун или ястреб или сокол кто он там увидели сдалека утащил у нас чашку с шашлыками шашлыки готовые рассыпал а чашку упер вот рыба пока не клюет ждем вечера и раннего утра так что сейчас идем готовить дрова на ночь будем кипятить чай готовить суп я помочь? ну еще не утром так разве не костер скепетили уже чаю сейчас вон принесли березовые дрова на ночь там вон жена с дочкой моет посуду ну сейчас не знаю забыли но уже кстати дома сахар сейчас забыли сделаем дожарим мясо а то у нас мясо спортится на улице вроде как тепло нужно чтоб это было так вам на улице вон вон зуб то тут как то тогда Так, жена у меня тут помидоры жарит с сосисками, с дочкой вон сидят. Блин, ребята, прям все идет по плану. Браконьеры мне оставили лодку с веслами до утра. В общем, ребята, я сейчас спробую покидать спиннинг где-нибудь вон там. В общем, сплаваю. Сказали, лодка в моем распоряжении на ночь. Так что, а я еще думал, а мы еще думали, да, где же взять лодку нам. Вот и лодка сама пришла к нам. Какая, друзья, тут рыбалка, смотрите что, все озеро в водорослях. Просто некуда кинуть спиннинг. Вот одна трава. Вот все озеро такое. Это ужас. Но щуки плещутся очень много. А в лесну кидаешь и в траву сразу. В общем, смысла нет здесь рыбать. Надо только на речке. Да, доча? Угу. Попробуем в таких зарослях, как найти рыбу. Так, приплыли на ста. Привезли с собой дрова, несколько чурок. В общем, кипятим чай. Нашли сахар. Вот. Уже был небольшой дождичек капов. Не знаю, надо, наверное, супчика, да, сварить? Надо. Да и утром, и утром, чтобы похлебать. Картошку надо начистить. Так, что есть-то будем сегодня? Суп грибной с вермишели. 15 минут и готово на 3 порции. Нам хватит. Закипела вода. Давай сейчас чайку попьем. У нас уже помидорчики жареные, сосиски, мясо. Сосисочки. Тоже на мангальчике. Вкусно. Ну, раз рыбы нет, тогда чистый отдых у нас. Да? Угу. Семейный отдых на природе. Правда, чашку уточили сегодня. Упьем, да. Всякий кокс у нас. Упьем, заразу, да? Как он поднял, блин. Она же скользкая. Мясо было. Да, мясо было. Мясо было, он поднял, наверное. Мясо оставил, чашку упер. Но мясо, главное, рассыпал на стане, а чашку у волок. А прикинь, а ты говоришь, в GoPro, а если бы в GoPro упер. Ну, все. Не, на штативе. На штативе есть только туда. Правильное решение, кстати. Палатка Лотос вот так вот освещается, когда попадает на нее фонарь. Отражающие ленты. Это, кстати, очень правильно, потому что мало ли кто-то, если идет с фонарем ночью, уже будет видеть, что тут какой-то объект стоит. Вот. И прям четко видно. Смотрите, ребята. Светится. Посиделка у костра. Ночные. Завариваем чай. Пьем чаек. И до утра, наверное, ложимся спать. Варить мы не стали. Мы сварим утром. Как проснемся, сразу сварим. Покушаем. Маленько покидаем спиннинг. И домой. Да, думаю, смысла кидать, наверное, его уже и нет. Так как все в траве у нас, все озеро зацвело, потихоньку превращается в болото. Ребята, доброе утро. Короче, нифига не выспались сегодня. Ночью был сильный ветер. Лазили, что-то мыши какие-то, короче, скреблись, шовкали. Вот так вот. Сейчас убываюсь. Ставим чай, разогреваем. Костер более как шает еще. Вот так вот. Все почти у нас сгорело. На озере стоит туман, небо затянуто. В общем, сейчас готовим кушать. Так, сейчас утречка сварим супико. Горячего, надо жидкого похлебать. Давай, горячее. Картошку спустим. Картошка закипела. Сейчас минут 15-20 будем суп уже спускать. Она закипела? Да. Угу. Все, сейчас ставим на огонь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Сварился супчик. Сейчас будем хлебать. Дочка у нас спит еще. Собираемся домой. Жена у меня отстегивает пол. В общем, разбираем наш палатку-шатер. Тут уже сложили некоторые вещи. Да, где-то тут еще одна должна быть. Пол мокрый? Да. Пол у нас влажный низ. А, сверху было сухо ночью. Так что мы не промокли. Но у палатки, говорю еще раз, образуется конденсат. Но это, думаю, у всех так. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, ребят, покидаем наше место. В общем, собрали вещи. Все было здорово. Пожарили шашлыков, отдохнули на славу. Ну, хоть и не плевала рыбка на спиннинг. Потом уже сегодня утром у рыбаков спросил. Все озеро в траве. В общем, блесна тонет. А нужно рыбачить на воблера. А я воблеров забыл в этот раз дома. Так что, друзья, в следующий раз обязательно мы сюда вернемся. Так что, всем пока. Увидимся в походе. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова